что это у нас за рукоять такая открывашка что ли прям смотрите там смысле дракон я снова зубы есть я долл вывел на контуровке а теперь его притираю теперь с помощью полировальной машины вывожу долл в зеркало креплю заготовку струбциной на приспособу для выведения спусков приступаю к выведению спусков а а при помощи алмазной пасты и чугунного притира приступаю к шлифовке спусков а а а а а таким способом я выполировываю долл в труднодоступных местах в общем эти штуки вот так вырезаны и они сюда входят очень плотно но так как нам нужно будет это все много раз собирать и разбирать подгонять то нам нужно сейчас грубо говоря избавиться от заусенцев и прочее ну в общем сейчас будет много надфилинга чтоб это заходило туда плотно но не намертво потому что это будет иметь покрытие нам его нужно не ободрать буду сейчас вот эту штуку подгонять вот сюда чтоб она заходила туда плотно и и итак в общем вот эта штука здесь фокусируйся так canon вы так со мной не связались походу я буду покупать камеру sony кстати спасибо всем кто задонатил мы собрали уже 11000 рублей на новую камеру спасибо вам огромное и так вот эту штуку мы сейчас вот сюда вот так сейчас не могу попасть не вижу не вижу вот тут попали тут попали и она вот так раз все и вставляется на плотно она не лифтить здесь никак подгонка все и она у нас отличается по толщине с обухом и сейчас пойдем ее короче сюда щас ставлю зажму бланк прям на фрезерном столике и будем фрезой снимать лишнее ку-ку вот он наш бланк вот она наша это штукенция будем еще с потихонечку снимать короче подснял полсоточки тут осталось так не чувствуется ногтем немножко подцепить можно отлично сейчас это все отполируем опять надфилинг и можно будет приступать к полировке и установке подгонки рукояти и так далее и короче куча видите заусенцы это все нужно убирать на станке это сделать невозможно даже такое огромное производство как у широгорова они тоже вот эти все моменты они короче целый сидит там штат людей и вручную обрабатывают вот эти штучки смотрите допустим здесь видите ровно здесь вот так это титан и он ведет себя вот так он вязки короче уже полдня долбаюсь этой штучкой но потом вы увидите фокусируйся canon а 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 ? а а в ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что у нас тут получилось? А получилось у нас... Блин, такая яркая. Кайфы. У-у-у-у. Смотрите, это просто вообще. Отвал башки. И так у нас тут звук есть? Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будем это все собирать. Конструктор такой будет. Модель ножа Falcon, то есть глаз, а это такой клюв, вот такой вот сокол получился. И вот тут мне площадочка нравится, смотрите, бам, сюда зашел, бам, попальцевая такая, чёстенько, тут скруглённо, а тут площадочка. Сколько же ты мне крови попил, когда я тебе всё придумывал, подгонял, ууууу, такой большой нож, он как дроп-поинт по размерам, не меньше, сейчас мы скотч снимем и посмотрим. Ну вот всё, закончили нож, остаётся дело за ножнами, будем шить ножны, ну и смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта мне часть вообще нравится, смотрите. Какая площадочка, рукоять просто получилась, просто персик в форме бутылочки. Она мне столько крови попила, я вам сейчас покажу, сколько я перевел материала и сколько времени, вы просто не представляете. Ой-ой-ой, сейчас я даже боюсь эту всю кучу доставать, этих рукояти. Просто их еще где-то лежало. Ну что, вот, вот это вот все, вот, вот это все. Это вот были фальконы. Отрисовывал, пробовал, все, не получалось, не получалось. Это дорогой проект. Куча мелочевки, куча подгонки. Агрессивная такая рукоять, нож агрессивный. Плюс надо было все это так реализовать, чтобы под хвою не подходило. Здесь до 5 миллиметров упор. Нож большой, нужно было вписать. Вот эти все моменты, куча вырезаний, вставляний. Короче, вот с этим ножом я повозился очень долго. Надо поднять вообще, когда первые чертежи были. Потому что я, когда уже имею огромный опыт с ножами, с проектированием, с формами. И, в общем, я сразу, типа, скажете, а что ты там, типа, из оргстекла не сделаешь, или еще из чего-то. Это не то, нужно сразу видеть в боевых условиях. И нужно сразу понимать, то есть, почему работаю сразу на сталях, сразу на материалах. А чтобы понимать, вообще реально это потянуть или нереально. Потому что из оргстекла можно выпилить вообще-то любой нож. А когда вы начинаете работать со сталями, с злыми сталями, и там, с серьезными материалами, типа карбона, то вы можете вбахаться в раму. То есть, нужно проверять реально возможности своих и своих станков на реальных материалах. И чтобы полирнуть этот долг, тоже, там времени уходит много. Вот на вот эту штучку я потратил рабочий день. Практически рабочий день ушел на то, чтобы ее подготовить, сделать, отполировать, заанодировать, подогнать. Вот это все-все-все. Это у вас, то есть, я не знаю, сколько этот ролик по времени выйдет. Ну, может там, типа 10-15 минут, но нет. Я начинал этот нож делать, короче, получается на той неделе. Сегодня вторник уже. Поэтому вот такие дела. То есть, я вчера отдохнул. С утра поехал к 8 утра на конюшню. Здравствуйте, доброе утро. Я, видишь, не сильно могу сейчас говорить. Я, короче, за рулем еду. Это внедорожник такой. Да, домой поедем. Стой, стой, стой. Прокатился на вошадях. И сегодня опять, короче, работать. Сейчас на улицу выходить нет смысла его фоткать, потому что там уже темно. Я его не сфоткаю. Так что сфоткать и видео по нему снять я, наверное, сниму завтра, а сейчас начну кроить на него ножны. Так что всё, давайте погнали. И ножны, кстати, я такого плана ещё не делал. То есть вот этот проект, это будет, наверное, самый крутой фуллтанк, который у меня есть в моём модельном ряде. То есть это такой будет прям премиум-премиум, потому что народ требует, и это фуллтанк. Что с ним будет? Азотистая нержавейка на клинке не ржавеет, карбон. Так что всё будет шикарно. Ну так, сейчас будем делать ножны. Прямо смотрите, тут прям, в смысле, дракон. Короче, возьмём сейчас вот этот кусочек. Ножны у меня, заготовки есть. Я их сразу нарезал много. Ну как много? Вся кожа, лист, который был, именно падут эти части. Вот я его разрезал. У меня, короче, используется несколько толщин этой кожи. То есть самая толстая идёт на сами ножны. На этот у меня идёт на подвес. Одна, и вот эта, которая пришивается для подвеса, там другая толщина. Так что приходим. Ля, у неё прям в смысле язык. Далее. Интересно, зубы есть. Ну что-то как-то не хочется, если честно, пасть открывать. Моя собака страшная такая, офигеть. Короче, меня же там завошили то, что я использую канцелярский нож. При раскраивании кожи я себе сделал ножик. Вот такой вот. Назвал, в телегу сбрасывал. Голосовали Брюс Ли, либо Килл Билл. Короче, победил Брюс Ли. В общем, короче, этот нож называется Брюс Ли. Ну, начинаем резать. Хотя, как по мне, канцелярским ножом удобнее. Ну, короче, на видео буду резать вот этим ножом. А когда вы видеть не будете, буду резать канцелярским. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Куча у меня тут инструментов. Дремель с вот такой насадкой. Фен, чтобы быстрее это высушить. Тут все просто увалено. Просто всем инструментом. Торт сбил. Короче, всего-всего тут хватает. Короче, всяких разметок. Тяжело это все снимать, потому что тут просто 3 миллиарда. И это еще не весь инструмент, который мне сейчас нужен будет. Тут сейчас жесть будет. Буду снимать, как будет получаться, если честно. Ну, вот на листике нарисовал. Типа вот. Шкура Кобры. Вот она, вот эта вставочка. Ну, она черная будет. Красный шов. Как уже такая моя фирменная форма ножен в виде щита. Продолжаем. Получаю вот 2, 2 куска вот вместе склеены между собой. Вот уже склеил вот такую штуку. Я, кстати, заменил, убрал. Сейчас скажу, где эта штука. Вот. Сначала вырезал вот такой кусок. Но он мне показался более, наверное, скучным. И я взял вот такой, он более фактурный. И это будет просто вообще. Просто пушка. Не забудьте этим видосом поделиться с другом, братом, сватом, подругой, любовницей, женой. Пусть посмотрят, лайк поставят. Понимаю, что это видео наберет, ну, наверное, тысяч, наверное. Потолок 10 просмотров. И все. Кстати, кстати, кстати. Я в телеге выкладывал вот такие перекусы. Это для ниток. Ими очень удобно пользоваться, в отличие от ножниц. То есть ножницы нужно взять, отрезать. Потом вот это вот ковырялово, чтобы вытащить оттуда пальцы. Так ты взял, пусть положил. А так тебе нужно засунуть пальцы, отрезать. Потом вот это ковырялово опять их отковырнуть. И человек увидел, говорит, что-то, говорит, стрёмные у тебя перекусы. Давайте вышлю австрийские, что ли. Вот такие вот перекусики. Бодренькие. Серьезные. Прям. Ну, вот смотрите, вот салфетка. Кручь, да? Ниточки просто перерезают на раз-два. Так что спасибо тебе, добрый человек, за вот эту вещь. Пользуюсь, пользуюсь. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ну и так погнали в общем закончил я ножны вот такие получились ножны шкура кобры на свободном подвесе дренажное отверстие вон кончик ножа виднеется торцы как обычно такие давайте лицо закрою что здесь торцы такие же в общем вот такой комплект щелчком обязательно ну и сам ножик вот такой нож есть тимаскус ну все работа окончена у вас прошло несколько минут у меня прошло несколько дней моей жизни все считаю работу законченной остается выточить нож и отправить в общем ставьте лайки делитесь с близкими роликам хоть я и снимаю никому не нужные ролики хотелось бы чтоб побольше конечно людей смотрели а то каналу получается 10 лет у меня там 30 тысяч подписчиков как-то не серьезно вроде кажется что нормально снимаю и опять этот canon мигает что у него села батарейка ну давайте поговорим сейчас посмотрите это уже второй раз ну что канонисты сейчас вырубится на нафиг ладно все пока не выключилась давайте всем пока удачи до скорых итак наш нож заточен давайте попробуем отлично а